Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня мы с вами посмотрим на новую коллекцию Наташи Деноне. Гвоздь программы это, конечно же, новая мини-палетка, которая называется Мини Зенда и также хайлайтер, который называется I Need a Nude Glow. Кстати, посмотрите на размер этого хайлайтера. Господи, боже мой, что это такое? Он размером практически с мини-палетку. Он невероятно огромный. Мне кажется, Наташа Денона тут соревнуется с Шарлоттой Тилбери, которая выпустила сначала огроменный бронзер, потом огроменный хайлайтер и какая-то гигантомания просто пошла сейчас у бьюти бренда. В общем, мы с вами сегодня все это нанесем на меня и в конце видео я выскажу свое итоговое мнение. Хотя на самом деле еще на этапе макияжа вы поймете, нужны вам эти средства или нет, потому что макияж будет очень-очень, я считаю, показательным. Итак, давайте не будем долго трепаться, поскорее перейдем к средствам. И первое, о чем мы будем говорить, это, конечно же, палетка теней Мини Зенда. Это новая миниатюрная палетка. Я знаю то, что многие считают ее похожей на мини-ретро и поэтому не хотят покупать. Лично у меня, к сожалению, мини-ретро нет, но я уже дозрела до покупки этой палетки. Так что, если вам интересен обзор на мини-ретро, то пишите об этом в комментариях, чтобы я знала, что вам тоже это нужно. Здесь у нас, как всегда, 5 цветов, 2 матовые оттенка и 3 шиммера. Матовые оттенки здесь, как всегда, очень странные. Гамма у Наташи Денон навсегда такая, которая не подумает, что это можно между собой сочетать. Один оттенок более светлый, но на самом деле на веках он достаточно темный и яркий. Более темный оттенок это такой розово-кирпично-оранжевый тоже. На самом деле отличный оттенок и складку, и для затемнения. И шиммеры это самое спорное, что есть в данной палетке. Признаюсь вам сразу, это видео я снимаю уже во второй раз. И первый вариант я даже не стала выкладывать, потому что палетка, ну уж очень-очень спорная, именно благодаря своим шиммерам. Здесь у нас есть розово-оранжевый оттенок, серебристо-зеленый и также это коричневый шиммер. Коричневый шиммер очень рыхлый, он невероятно осыпается, но он, в общем-то, симпатичный. Серебристый шиммер, который похож на зеленый, он скорее все-таки серебрист, но в зависимости от освещения он уходит либо в серебро, либо может как раз-таки иметь зеленоватый оттенок, как вот в этой гамме. И также последний шиммер, это шиммер, который я терпеть не могу, который я честно ненавижу в этой палетке, это оранжево-розовый. Я его терпеть не могу не из-за оттенка, оттенок потрясающий и великолепный, но формула у него просто ужасная. У всех этих трех шиммеров разная формула, у шиммера коричневого, как я сказала, рыхлая формула, очень, поэтому он сильно осыпается, но неплохо переносится. У серебристого шиммера очень мягкая, кремовая, нежная формула, он великолепно наносится, великолепно, великолепно в этом шиммере просто все. А последний шиммер, он, к сожалению, хоть и красивый, но он совершенно не любит наноситься, никак. Он и на свочи наносится слабенько, а на глаза он наносится вообще ужасно. Давайте я лучше вам сразу это продемонстрирую, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Мы сделаем два макияжа глаз, на одном глазу все будет, скорее всего, хорошо, а на втором глазу мы будем использовать как раз-таки вот этот шиммер. И вы поймете, о чем я говорю, и вы поймете, почему для меня этот оттенок это сплошная боль. Итак, я вас приблизила, и давайте начнем, пожалуй, с матовых оттенков. И начну я, конечно же, с самого светлого. Вот посмотрите на то, как нанесся оттенок. Очень красивый, правильный, невероятно интересный цвет. Он в палетке, как я уже показывала, выглядит совсем таким светленьким, розовеньким. Но на веках, посмотрите, он выглядит как что-то розово-оранжевое, но при этом мягкое, нежное, полузаметное. И такой оттенок великолепно подойдет для нюновых макияжей, потому что он будет красиво подчеркивать века, делать красивую складку, но при этом он не будет смотреться, как ни пришей кобыле хвост, как что-то невероятно яркое и невероятно пигментированное. Как раз-таки отличный оттенок, что для складки, что для тушевки, и для тех, кто, в принципе, не любит что-то очень яркое на глазах. Дальше давайте возьмем, конечно же, более темный матовый оттенок. Вот этот матовый оттенок тоже очень интересный, я просто без ума от этих матовых, потому что у них очень классная формула, они легко тушуются, они легко наносятся. И этот более темный матовый можно наносить как более полупрозрачным образом, так и наслаивать до более яркого, более пигментированного. Иными словами, вы можете им оформлять и складку, вы можете им делать затемнение, и у вас все получится, потому что этот оттенок настолько прост в работе, что что вы с ним не сделаете, все будет хорошо. Поэтому оба этих матовых оттенка для меня здесь являются просто невероятно удачными. Я их очень люблю и уважаю, конечно же, Наташу за то, что она делает настолько хорошие матовые, которым обычно очень трудно вообще подкопаться. Они по всех палетках у нее очень хорошие. Теперь мы начинаем ходить по тонкому льду, потому что теперь мы берем шиммеры. Давайте, конечно же, начнем с самого интересного серебристого. Я его люблю в этой палетке больше всего, и мне кажется, в общем-то, все и хотят приобрести эту палетку по большей части именно из-за этого оттенка. По-моему, просто бомба, а не оттенок. Просто невероятная красота, и нанеслось, посмотрите, буквально с одного слоя. Очень ярко, пигментированно и красиво. Я невероятно, невероятно влюблена в этот цвет. Это божественное и потрясающее творение. Дальше я нанесу коричневый шиммер на внешний уголочек, просто чтобы его вам тоже показать. Я это буду делать специально полупрозрачно, чтобы не сильно делать затемнение во внешнем уголочке, потому что я здесь его как таковое не хочу. Вот, посмотрите, даже таким полупрозрачным тоненьким слоем можно нанести этот шиммер, и он придает чуть больше затемнения макияжу, но при этом выглядит достаточно неплохо. И при таком легком обращении он совсем чуть-чуть осыпался вниз. Сейчас на камере этого, вероятно, не видно, но небольшие-небольшие осыпашечки у меня внизу все-таки появились после использования этого темного шиммера. И теперь начинается самое-самое сложное, потому что мы берем вот этот вот оранжевый шиммер. И сейчас вы поймете, почему же у меня с ним такая нелюбовь складывается. Набираю его пальцем. Хорошо, набираю. Вы здесь можете даже заметить то, что оттенок уже запекся. Это потому, что я его уже много раз пыталась нанести и набрать, но не всегда выходит что-то из этого хорошее. И теперь я буду пытаться наносить это дело на внутренний уголочек. Ничего не видно. Вот честно, я смотрю, какой-то небольшой оттеночек появилось, какая-то небольшая сияшечка во внутреннем уголке есть, но даже близко ничего столь красивого, что мы видим вот здесь, нет. Не видно оранжевого, не видно блесточек, не видно розового, ничего не видно. Вот вы сейчас можете понять, что у меня нанесено во внутреннем уголке? Лично я нет. И это какой-то кошмар, потому что именно так этот оттенок и наносится. Мы потом с вами посмотрим это еще на левом глазу, где я буду наносить его на все веко, чтобы вы могли оценить масштаб проблемы. И вот я добавила сюда совсем чуть-чуть нижнее веко. Пока что я не буду добавлять карандаш, стрелку и ресницы. Мы это сделаем потом. Пока что вы можете наблюдать просто на сырой вариант. По-моему, вышло достаточно симпатично. Конечно же, на вкус и цвет товарища нет, но выходит неплохо и очень-очень быстро. На это не нужно тратить полчаса времени. Буквально 5 минут у вас может уйти на такой макияж. Дальше давайте оформим мне второй глаз. Я сюда тоже нанесу ту же самую базу. Я нанесу сначала матовый светлый оттенок, потом матовый темный. Ну и теперь давайте наносить эту оранжевую сияшку. Набираю на палец. Повторяюсь, на веки у меня нет базы. Ничего нету. И я это растирающим движением пытаюсь нанести. Ну и что это? Серьезно? Это тени Наташи Денона? Серьезно? Кому он? Что это такое? Но вы посмотрите, они ложатся какими-то крупными-крупными блестками. При этом базы совершенно нет. И выглядит это очень и очень плохо. Они просто-напросто не наносятся. Это какой-то кошмар. Хорошо. Лучшее, что можно сделать сейчас, это взять какую-то клипкую основу. Например, консилер, базу или клей для глиттера. Клей для глиттера мы с вами пока что призывать не будем. Это тяжелая артиллерия для самых-самых сложных вариантов. Давайте попробуем то, что доступно каждой девушке. То есть возьмем консилер, сделаем небольшой кат-крис и будем потом поверх наносить этот шиммер. Вот я немножечко нанесла консилер. Консилер у меня, кстати, это от Жоэр. И теперь давайте заново наносить сияшку при помощи пальца. Посмотрим, удался трюк или не удался. Не удался. Не работает. Боже мой, ну что это за оттенок? Зачем? Зачем, Наташа, ты такое сделала? Ну это просто ни черта не наносится. Ну вообще, ну никак. Ну вы посмотрите только на это. Ну разве это похоже на вот этот вот великолепный в рефиле оттенок? Вот, ну похоже? Ну как вы считаете? На мой взгляд, не похоже от слова совсем. Ладно, давайте возьмем теперь тяжелую артиллерию и посмотрим, как он нанесется на клей для глиттера. Как я уже сказала, это бренд, который нельзя произносить. Мы его не любим. Но клей для глиттера хороший. Я понимаю, что у меня на веке уже целая куча слоев всякого-всякого. И если века будет пожеланное, то это моя вина. Сейчас будет, а не теней. Но должна заметить, я уже использую эту палетку примерно неделю. И никогда пожеланного века лично у меня не бывает с этими оттенками. У некоторых, я видела в обзорах, есть эффект пожеланного века. Но у меня почему-то такого никогда не возникало. Ну и теперь поверх клея для глиттера. Ну и вот теперь, на мой взгляд, нанеслось. Причем нанеслось хорошо. Вы, конечно, можете со мной не согласиться. То, что не всем нравятся яркие тени. Но, на мой взгляд, тени должны быть такими, какие они должны быть. То есть они должны наноситься как минимум. В данном случае у нас тени не просто без клея для глиттера неяркие. Они не наносятся вообще. Они наносятся либо крупными блестками, либо с проплешинами. И это выглядит просто плохо. Можно сделать повседневный оттенок, но повседневный оттенок должен хорошо наноситься. А не так, как вот в этом случае. Ну вот, посмотрите, сейчас вышло неплохо. Но сколько стараний для этого было? Был консилер, был клей для глиттера. И, конечно же, если взять только клей для глиттера, то все будет хорошо с первого раза. Но не у каждого есть клей для глиттера. И когда ты покупаешь палетку за 2500, то ты, конечно же, тоже не хочешь докупать еще и клей для глиттера, чтобы она работала. Это какая-то, на мой взгляд, просто дичь. И во внутренний уголочек сюда давайте все-таки нанесем зеленый оттенок. Возможно, выйдет что-то не очень симпатичное. Я это понимаю, но хочется попробовать. Такой. Вот такой финальный результат у меня вышел вместе с карандашом, стрелками и ресницей. Ресницы я дополнительно и не клеила. На мой взгляд, это не совсем честно при обзоре подобных палеток. Потому что, когда вы смотрите на подобные макияжи, вдохновляетесь, делаете их в реальной жизни, потом все выглядит совершенно не так. Потому что блогеры используют дополнительные ресницы, а в своей повседневной жизни вы, скорее всего, ни пучки, ни ленты клеить не будете. И, соответственно, выглядит все будет совершенно не так, как хотелось бы. Поэтому смотрим, как оно вышло. С ресницами, со стрелкой, на мой взгляд, смотрится гораздо симпатичнее, интересно. И что больше всего меня радует, по крайней мере, с одной стороны, макияж вышел очень простой и быстрый. Я имею в виду, конечно же, вот этот глаз. Если рассматривать левый глаз, то он тоже вышел симпатично вместе со стрелкой. Но понадобился дополнительный клей для глиттера, чтобы сделать такую красоту. Ну и последнее, что нам нужно сделать перед обсуждением, это, конечно же, попробовать эту огромную-огромную палетку с хайлайтером. Хайлайтер выглядит очень красиво, дорого-богато. И он очень и очень оказался действительно рабочий. Я уже неделю, как я говорила, пользуюсь этой косметикой, в том числе и этим хайлайтером. И мне понравилось. Хотя изначально я думала, что это будет что-то вроде хайлайтера Шарлотты Дилбери, который очень желтый и не очень-то носибельный. Но оказалось то, что этот хайлайтер смотрится на коже очень и очень хорошо. Вот можете сейчас наблюдать на свотч, он такой полу-полу заметный, но при этом он очень и очень, посмотрите, красиво отсвечивает. Просто невероятная красота на самом деле. Ну, по-моему, хайлайтер как раз-таки очень симпатичный и очень удачный. Итак, вот такой финальный макияж у меня вышел. Давайте с вами теперь все обсудим. Начнем с простого, с хайлайтера. Хайлайтер я очень и очень полюбила. Это невероятно красивый хайлайтер. Он, конечно, очень большой. Здесь аж целых 8 грамм. Не знаю, зачем, зачем такой огромный хайлайтер. Ну, ладно. Хайлайтер смотрится очень красиво. Мне очень нравится этот эффект. Красно смотрится хорошо, смотрится нежно. Небольшое, деликатное, красивейшее сияние. С одной стороны, есть ощущение, как будто бы вас солнышко погладило. С другой стороны, есть ощущение, что это какой-то мокрый, красивый блеск. Просто невероятная, невероятная красота. И, что тоже очень важно, этот хайлайтер совершенно не подчеркивает текстуру кожи. Он не лежит поверх кожи, не смотрится как пудра. Он именно сливается с вашей кожи и дает невероятно красивый эффект сияния изнутри. И я опять повторюсь, это очень и очень важно для таких людей, как я. Он не подчеркивает текстуру кожи. У меня не видно пор кратеров, не видно воспалений. Ничего не видно. И это просто потрясающе. Лишь за это я готова пить оду этому хайлайтеру. Но на самом деле он и текстуру не подчеркивает, и выглядит невероятно классно. Поэтому я от всей души могу вам этот хайлайтер рекомендовать. Он действительно классный. С палеткой же теней все не так однозначно. Отнюдь не так однозначно. У меня к этой палетке одновременно и любовь, и ненависть. Как вы можете видеть по макияжам, выглядит все в конечном итоге хорошо. Но нужно понимать несколько важных моментов. Матовые тени здесь потрясающие. Наташа мастер матовых теней. Никогда, никогда ни в одной палетке я не могла придраться к матовым оттенкам. Потому что они всегда великолепны. Они хорошо пигментированы. Они классно тушуются. Они не залипают. Они просто идеальные. Давайте зайдемся на этом. Они идеальные. С шиммерами все не так просто. Шиммеры здесь как раз таки это камень преткновения этой палетки. Здесь всего три шиммера. Самый темный коричневый шиммер невероятно сильно осыпается. Это красивый шиммер, но из-за его осыпания я его не использую. Таким образом у меня в этой палетке уже минус один оттенок. Нет, вру. Я его все-таки использую в макияже вот таком. Но совсем чуть-чуть, совсем легонечко. Второй шиммер это наш серебристый. Это именно серебристый. Под некоторыми освещениями в некоторых сочетаниях он смотрится серебристо-зеленым. Но иногда под другим освещением это чистое серебро. Иными словами серебристый, зеленый, красивый оттенок. У него невероятно приятная кремовая формула. Он великолепно наносится кистью, великолепно наносится пальцем. Он невероятно классно смотрится. И вы только посмотрите на это сочетание. Такой серебристый, зеленоватый и оранжевая темная, немного коричневая гамма. Смотрится невероятно красиво. Наташа Денона знаменита тем, что она любит сочетать несочетаемое. То, что с одной стороны ты не возьмешь и не используешь сам. Но здесь, посмотрите, просто невероятная красота получается. Я обожаю этот макияж. Вот этот, повторюсь. И это очень-очень быстро, очень просто и очень классно. За этот макияж я готова простить этой палетке практически все. Настолько я полюбила вот этот эффект. И последний наш камень преткновения это, конечно же, оранжево-розовый шиммер, который ни черта не наносится. Он не наносится пальцем, он не наносится кистью. Если вы пытаетесь его нанести, наносятся крупные блесточки. Кое-где добавляется оранжево-розовый оттенок. Но и также образуются проплешины. Где-то есть блестки, где-то нет. Иными словами, наносится он ужасно. Я просто ненавижу этот оттенок. С ним все невероятно сложно. Даже наносить на базу и на консилер его тоже сложно, потому что тоже постоянно возникают нюансы. Даже если ты пытаешься на что-то такое клейкое его насадить. Самое лучшее, что можно сделать для этого оттенка, на что его можно посадить, чтобы оно все-таки так сияло, как здесь, это клей для глиттера. Но возникает вопрос, а хотите ли вы покупать палетку за 2,5 тысячи и докупать еще клей для глиттера, чтобы один из этих оттенков работал? Вопрос остается открытым. Иными словами, давайте скажем так. Вот этот макияж я просто обожаю. За это я готова простить этой палетке все, что только можно. Это невероятная-невероятная красота. Но очень много на это тратится усилий и вопрос, хотите ли вы покупать палетку из 5 оттенков, где один оттенок у вас будет нерабочий. Именно на этот вопрос вам стоит ответить у самой себя, прежде чем покупать или не покупать эту палетку. Я вам скажу так, у меня мнение об этой палетке неоднозначно. Это одновременно и любовь, и ненависть. Если у вас есть подобный рыжий оттенок, рыжий шиммер в другой палетке, например, у Наташи Денона Бронз или любая другая палетка, если он вам не сильно нужен, но вы хотите эту гамму, хотите этот красивый серебристый зеленый оттенок, то берите. Берите эту палетку, скорее всего она вам понравится. Но если вы хотите, чтобы эта палетка работала на все 100%, если вам нужен этот оранжевый шиммер, то либо не берите эту палетку совсем, потому что тогда она вас разочарует, потому что этот оттенок практически не рабочий, а последний сильно сыпучий. Либо же, если вы все-таки очень хотите ее взять, вам придется, придется докупить клей для глиттера. Не обязательно этой фирмы, можно взять любую другую, но без него, скорее всего, что-то хорошее и действительно качественное на глазах у вас получаться не будет. Поэтому подумайте, подумайте очень хорошо, хотите ли вы докупать клей для глиттера, или же вы согласны, что из пятерки у вас как минимум один оттенок будет нерабочим. На мой взгляд, это очень плачевная ситуация, можно простить один нерабочий оттенок в большой палетке, где у вас 15 оттенков, ну там так и быть, один рефил не очень удался, ну не так уж это и страшно. Но, когда мы говорим о пятерках, здесь всего 5 оттенков, и когда один из них еще и нерабочий, это, согласитесь, очень и очень разочаровывает. Больше того, как я сказала, я снимала это видео дважды, и в первом видео я просто разгромила в пух и прах эту палетку, потому что как раз-таки меня очень зачаровал этот рыжий шиммер, который не пошел от слова совсем. Но, пообщавшись с этой палеткой примерно неделю, я поняла то, что рука у меня к ней тянется из-за вот этого собака чертового макияжа, который мне так полюбился и так понравился. Иными словами, решайте для себя сами, готовы ли вы пойти на такой риск. Лично мне палетка понравилась, понравилась, несмотря на то, что коричневая сыпается, несмотря на то, что рыжий нерабочий, мне понравилось это сочетание цветов, мне понравилось. Мне понравились те эмоции, которые мне дарят макияжа с этой палеткой, но если вы ищете одну единственную палетку, то, скорее всего, она будет не для вас. Ну что ж, а на этом все. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok